И пришли на другой берег моря в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. И, увидев же Иисуса издалека, прибежал и покрылся ему, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Регион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны святой. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Размышления, часть первая. Выше человеческих сил. Евангелие от Марка, пятая глава с первого по шестой стих. Послание к Ефесинам, 6-12, напоминает, что мы воюем не против видимого зла этого мира, но против невидимого врага, который старается удержать нас в оковах и больше всего желает полностью нас уничтожить. Одержимый человек в этом отрывке настолько связан с сатаной, что помочь ему выше человеческих сил. Духовная реальность его неволи очевидна в физическом мире. Но в случае с христианами не всегда так бывает. Иногда наши битвы идут внутри, скрытые за фасадом улыбок и христианских слов. Люди могут оказывать помощь в решении наших проблем, однако часто они лишь уменьшают их, но не решают полностью. И мы понимаем, что человеческие методы дают в лучшем случае лишь временное решение. Где идут ваши битвы? Внутри или снаружи? Внутренние битвы могут оставаться скрытыми, и это опасно. Просите Святого Духа открыть все скрытые битвы внутри вас. Какие человеческие попытки удалить эти твердыни вам не удались? Размышления, часть вторая. Сила спасать. Евангелие от Марка, 5 глава, с 7 по 20 стих. Когда все человеческие попытки удержать это неудержимое зло исчерпаны, в жизнь человека приходит Иисус. Иисус приходит к нему во власти и силе, и измученный человек немедленно падает к его ногам и поклоняется. Зло не только признает власть и силу Иисуса, оно предвидит его любовь к этому человеку и принесенное им избавление. Бесы умоляют о милости, понимая, что Иисус не просто подчинит себе зло, но и уничтожит его. Такая сила пугает непослушных, но утешает смиренных, полагающийся на собственные силы, противится силе Иисуса, но тот, чья жизнь изменилась, покоится под властью Сына Бога Всевышнего. Измененные жизни заставляют восхищаться Его благодатью. Возможно, вы противитесь власти Бога Всевышнего или упорно пытаетесь самостоятельно справиться со своими твердынями. Назовите зло своим именем и пригласите Бога удалить его силой Иисуса. Молитва. Бог Всевышний, я устал бороться со своими оковами. Я оставляю свои попытки справиться с ними и прошу, чтобы Ты воцарился над всем, что старается обладать мною. С силой Креста я провозглашаю победу Христа и отвергаю зло, которое мучает меня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. С силой Креста я лихаю. Поехали. Поехали.